По-моему, для малышей есть такой мультик «Мусорная жаба», когда там что-то выращивают, используют мусор, жаба это мусор поедает и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее. Жаба молодец, она на нашей стороне занимается решением экологических проблем. Всем привет! Как-то я вам делала видео про мусорную жабу, про которую говорил Путин. Эта жаба поедала все отходы, которые вообще существуют в мире, как бытовые отходы, отходы промышленности, и ей становилось хорошо от такой еды. И вот всем вам известная компания «Сколково», которая находится в Москве, они уже начали выпускать мебель из отходов, из любых отходов, включая промышленные отходы и также бытовые отходы, и сюда же входят человеческие экскременты. Вся вот эта масса с помощью грибного мицелия перерабатывается и превращается в такую труху, или компост, как это сказать правильно. И вот из этой трухи они делают вот такую мебель. Вот она перед вами, такого противного желто-зеленого цвета, который вообще вызывает рвотный рефлекс. А если еще подумать, что она сделана из отходов, то это вообще даже сложно представить, такую мебель у себя дома. И я думаю, что вот эта мебель, она все-таки через самый короткий срок она начнет разлагаться и вонять в квартире, потому что отходы, они и есть отходы, как их не перерабатывать, как говорится, а говно есть говно. И вот начнет это все вонять, крошиться на всю квартиру, представляете? Вот такие они называют это идеи из нового мирового порядка, то есть все перерабатывается, да, и снова используется. Но здесь есть одна особенность. Вот как они рассказывают про мебель, как они ее изготавливают, да, но рассказывают о ней как о еде. Вот смотрите, я вам сейчас прям зачитаю. Штаммы мицелья смешиваются с предварительно измельченными отходами и заливаются в производственные формы, созданные под каждый конкретный проект. Представьте себе густую жидкость, как мыло. Именно такую консистенцию мы задаем штаммам, штаммам мицелия. Добавляя эту жидкость к измельченным отходам, мы получаем пюре, то есть говорят как о еде. Это якобы они изготавливают мебель, но говорят как о еде. Это они так осторожно начинают. Вот, получают они пюре. Пюре выкладываем в формы точно так же, как выкладывают будущий торт, кондитер или бармен. Заливает в воду форму для льда, как торт или лед. Скоро наш материал становится твердым. Гриб буквально съедает отходы и превращается в стул или торшер, рассказывает Дарья. Дарья, которая руководит всей этой компанией по переработке мусора. Дарья Токарева ее зовут. Вот она придумала такую идею. Ну, якобы она. Конечно же, это все идет от нелюдей. И мы сейчас с вами часто слышим, вот Путин рассказывает нам про мусорную жабу, на продуктах мы с вами видим лягушку. И многие еще, наверное, не понимают, что же обозначает эта лягушка на продуктах. Ну, вот я узнала уже точно, что это обозначает. Я послушала лекцию Дэвида Айка, и он там, в общем, все сказал про эту лягушку. У нелюдей, у рептилоидов, которые сейчас захватывают нашу планету, вот эта лягушка является символом перерождения человека в рептилию. Вот вы помните, наверное, такую сказку «Царевна-легушка», да? Что царевна превращалась в лягушку и обратно. То есть вот эта вот лягушка является символом перерождения человека в рептилию. А-а-а! Субтитры подогнал «Симон»